И снова добрый день, дорогие мои. С вами после недельного перерыва опять Алкобарт. И, конечно же, мы будем что-то пить, а заодно об этом обязательно поговорим. Зима, ребята, зима. На улице навалило этой белой фигни. Холодно, противно, машину приходится размораживать. Короче, поэтому мы сегодня пьем Сибиттер. У меня их присутствует три вида. Вообще их, по-моему, больше, вроде как пять, но у меня имеются три. Итак, это кедрашечка. Это сибирское разнотравье. И беленькое, как ни странно, с добавлением дистиллята настоя таежного меда. Сейчас будем разбираться. Вообще, Сибиттеры, они сделаны с претензией именно на вариант таких, как они сами называют производители, конкурентов восточноевропейских биттеров. Ну, это мы еще разберемся, а пока составы. Составы я, естественно, сфоткал себе на телефон и вынес отдельно, потому что читать это оттуда бесполезно. Итак, господа, Сибиттер кедровый выдержанный. Вода питьевоисправленная, спирт этиловый, люкс из пищевого сырья, настои спиртованные, кедровых орехов, кедровых орехов очищенных, краситель сахарный колер, сахарный сироп, мед натуральный, настои спиртованные, корни имбиря, травы чабреца и зубровки. Вот такая вот фигня, крепость вроде как сороковочка, да? Нет, 38, соврал, 38 крепость. Это у нас кедражка. Для кедражки очень хороший состав, кстати, потому что, например, белорусские кедровки как-то грешат в составе только орешками и на крайняк еще сахаром. Поэтому уже все хорошо. Сибирское разнотравье. Вода, спирт люкс, сахарный сироп, настои спиртованные, зубровки, чабреца, корни имбиря, травы душицы, цветков ромашки, мяты перечной, краситель сахарный колер, мед натуральный и опять же лимонная кислота. Тоже 38, хорошо. Ну, пока все нормально, хотя я, честно, от разнотравья ждал несколько больше. Вот просто ожидал чего-то большего. И вот это вот моя любимая. Сейчас объясню почему. Что мы читаем спереди? С добавлением дистиллята, настоя таежного меда. Думаю, да неужто? Ну, как же ж так? А теперь читаем состав. Вода, спирт люкс из пищевого сырья, мед натуральный, дистиллят, настоя меда. И в скобочках. Спирт этиловый люкс, вода питьевая, мед натуральный. Господа производители, вам не кажется, что вы несколько обманываете покупателей? Дистиллятом здесь не пахнет никаким. Насчет таежного меда я уже тоже начинаю не верить. Раз уж вы врете в одном, может, вы соврали и в другом. Ну, дальше все нормально. Регулятор кислотности, сода обычная пищевая, лимонная кислота. 40. Тут уже крепость 40. Ну, в принципе, с ними мы разобрались. И вот тут я несколько опечален именно последним пунктом, вот по этой бутылке. Что добавление настоя таежного меда, по факту, собственно, никакого-то и не происходит. И вообще, компания позиционирует вот эту серию, как какие-то там таежные дистилляты. Ну, понимаете, древние традиции, таежные дистилляты. Нет ни хрена. Спирт люкс дважды. Опять же, настой меда. Ну, в общем, расходимся, нас обманули. Ну, расходиться нам еще рано, потому что это дело надо попробовать. Закуска чисто новогодняя. Мандаринки. Мандаринки, господа. И давайте, наверное, вскрывать будем. Что уж делать-то? Будем вскрывать, да по чуть-чуть наливать. Так, без фанатизма. А то получится, нас было четверо, я и три бутылки. И это, как бы это сказать, тоже не очень хорошо. Так. Давайте примерно одинаково. Взял на стол с нее, немного написал. Ну, ладно. Так, и белая. Ну, вообще, как можно биттер... Ну, я не понимаю, как они вообще эту водку сюда отнесли. Потому что ее и биттером-то не назвать. И как-то вот с настоем меда лоханулись. То есть, белый вариант, он какой-то не такой вариант. В общем, вот, ребятки, у нас светофорчик на сегодня. Кидрешечка разнотравья белая. Запах. Странно, но почти ничем. Или у меня нос заложило от неоднократного празднования Нового года. О! Вот тут есть. Вот тут есть и довольно неплохо, вы знаете. Водка обыкновенная. Слушайте, что ж такое? Кидрешка реально нифига не пахнет. Вот это, кстати, откровенно странно. Но нос от нее сразу зачесался. Поэтому, наверное, давайте по чуть-чуть эту пока отставим. А по чуть-чуть вот эти вот, как говорится, с двух рук. Не пахнет, но красивое. Пахнет и пахнет вкусно. Вообще не люблю кедровые. Не люблю. Но вот это мне заходит. Во-первых, крепость 38 мягче. Во-вторых, она реально вот сейчас заходит. И честно, я думал, что она мне не понравится совершенно. Я ошибался. Для кедрашки очень неплохо. Серьезно. Насколько хорошо пахнет, настолько же тяжеловато пьется. Я от нее настолько вот ожидал большего. Она так классно какими-то то ли зубровкой, то ли чем-то она так хорошо пахнет, мягко сбалансирована. А на вкус после кедрашки хрень. И это меня реально обидело и напугало. Поэтому, беленько, дистиллят таежного меда. Худшая из трех. Реально худшая из трех. Хотя бы потому, что она чуть крепче. А вы понимаете, 38 и 40, реально ощущается разница. И никакого там таежного меда я не нашел. Поэтому, надо бы закусить. Ой, мандариночка хорошо перебивает. Прекрасно. В принципе, эти две я оставлю. Я оставлю их себе на потом. Потому что они мне еще пригодятся. Мне будет их с чем сравнить. Абсолютно серьезно. Поэтому сейчас, ну давайте, долью чуть-чуть. Так, до середины рюмочки в каждую. Все. Это у нас кедрашка. Это у нас разнотравья. Которая классно пахнет, но тяжело пьется. И это у нас беленькая. Которую мы тоже дольем. Которая таежный мед. Как ни странно, продолжать пить я буду именно ее. Еще раз объясняю, почему. Потому что эти две мне еще действительно пригодятся. А это обычная белая водка. Под нее мы и дальше, как говорится, и поговорим. А сейчас плавненько переходим к распитию. Ну, за что? Давайте уже за что-то это все дело пить. За празднование Нового Года. За празднование Нового Года. Кто отмечает Рождество и за это тоже. Я не буду высказывать свое отношение к этому. Потому что мне сразу же пришьют. Что там? Оскорбление чувств верующих. Вот, пожалуйста, не оскорбляйте мои чувства неверующих. Я вообще не понимаю, что с миром творится. Абсолютно серьезно. Где-то скоро выгодно будет, выгоднее всего, будет, наверное, быть православным негром-геем. Живущим, к примеру, с лесбиянкой. Вот тогда ваше чувство может оскорбить практически кто угодно. Что происходит, что творится, куда мы катимся, непонятно. Но за это стоит выпить. Нет, кедрашка хороша. Для кедровой она очень хороша. Вот реально. Мягенько. Не бьет этот орех. Прекрасно. Кстати, производитель говорит, что оно должно пахнуть выдержанным шотландским вискарем. Ну, я бы не сказал. Но чем-то, конечно, пахнет. То, что мне больше всего понравилось. Как говорится, спасибо вам за этот продукт. Но пился он в первый раз тяжеловато. Но запах, ребята, запах офигенный. Вот правда. Больше, наверное, все-таки зубровкой. Действительно. Зубровка же там в составе вроде как есть, я читал. И очень странно, если ее там нет. Есть зубровка, да. Вот она, наверное, доминирующая по запаху. Но заходила тяжело. Ладно, проверим еще разочек. Уже лучше, но жестче, чем тедрашка. Жестче, чем тедрашка. Поэтому, наверное, эти две мы просто убираем уже. Они нам уже на сегодня не нужны. И остается у нас только беленькая. Только беленькая, которая нас обманули. Которая с добавлением дестията настоит айозного меда. Обидно, досадно. Ну ладно. Вы знаете, что странно? Что сейчас она зашла очень хорошо. И это реально было странно. Хоть нас и обманулись, еще раз повторюсь, с дистиллятом. Но реально сейчас зашла хорошо. Может, еще дарить чуть-чуть? Дай мне не надо. А, надо, надо, надо. Сейчас, секунду. Я же забыл. Вот так же надо. Вот так, да. Потому что, опять же, начнут с комментариев. И так далее. Кстати, очень интересно. Наверное, это связано как-то с новогодними праздниками. Намного меньше стало дебилов в комментариях. Уменьшилось количество раза в три. Куда делись, непонятно. То ли в длительный запой сорвались. То ли им все надоело. Ну, в принципе, это не так и плохо. И давайте выпьем за то, чтобы они и не возвращались. Половинечку. Не, честно, странно. С первого раза настолько она какая-то была никакая. А сейчас нормально. Ну, как более-менее мягенькая водка. Конечно, назвать это водкой язык не поворачивается. Сибирский специалитет, господа. Сибирская коллекция мировых вкусов. Сама постановка фразы. Сибирская коллекция мировых вкусов. Ну, в принципе, хрен с ним. Не, продукт достойный. Скажем так. Что у нас тут? Чистейшая мягкая вода. Сибирская, предположим. Собственный современный завод. Верю. Опять же, технология таежный дистиллят. Ребят, вы с этой технологией нас уже обманули. Обращаюсь к вам. Поймите, не надо такого писать или действительно лупите дистиллят. Первая коллекция мировых вкусов из самого сердца Сибири. Произведенная по авторским рецептурам сибирских мастеров на собственном современном заводе. Уникальный купаж природных ингредиентов и высоких технологий превращает каждый напиток коллекции в сибирский специалитет. Почувствуйте вкус и в конце классно. Пейте в меру. А вот за это вам реально плюсик, ребят. Вот за эту надпись вам реально плюсик. Давайте кратко пройдусь еще раз по всем трем. Кедрашечка нереально удивила тем, что это первая, наверное, кедровая, которая мне откровенно нравится. Ну вот серьезно. Сибирская разнотравья. Хорошо. Хорошо пахнет. Доминирует в запахе зубровка. На вкус заходит тяжеловато. Но в принципе здесь сбор трав такой достаточно рисковатый сам по себе. Поэтому может быть все нормально. Эти две штукки дражка стоит по 38 градусов. Это сороковничек. И про нее не буду больше повторять. Про этот мед все. Просто молча выпьем за то, чтобы они в этом пункте исправились. Ну и, наверное, накапаем последнюю, заключительную. Как вы понимаете, много пить под конец праздников тоже вредно. Берегите себя, кстати, да. Начинайте выходить из запоя уже сейчас. Ну ладно, сегодня еще можно, а завтра уже смотрите НИНИ. Поэтому за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью. Да и просто, ребята, за вас. Поехали. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok